здравствуйте друзья и враги сегодня поговорим на тему системных требований замечательной игре diablo 3 мне эта игра нравится с точки зрения от механик прозрачности всех этих механик такого четкого понимания в какой-то мере даже можно сказать казуальной но с точки зрения такой хардкорности может кому-то она не нравится мне некоторые моменты также не так будет мне не нравится мультяшная рисовка что могу сказать не нравится вот это вот мультяшная рисовочка хотя повторюсь я эту игру покупала на у меня на дисках это джевельная версия но я уже не докупал дополнительное издание которое дает ну скажем dlc которая дает возможность поиграть за некроманты видим даже вместе такие крылья то с какого-то сезона хотя всего месяц не играл есть вот такая вот у меня коллекцион это сезонная потом это за годовщина starcraft а и вот откуда-то у меня такой ледяная гончая такой питомец собачка откуда-то появилась рамки для портрета например это за какие-то уровни там плюс то что я бета-тестер там даже альфа-тестер героев из-за шторм вот такая рамочка за к тоже какие-то достижения там за сотые уровни там парагона какие-то вот любую можно использовать есть какие-то флаги вот например опять же это что-то связано с героев из-за шторма потом вот такая-то у нас штучка есть вот какие-то флаги на этим ничем не пользуюсь и если кто-то приобретет себе некроманта в чем суть вообще этой игры какие-то мы не только класс некроманта открывать а крылья хранителя склепов питомец вот такой открыли на такие не самый топовый конечно знамя флажок рамочка ячейки там все это ну 999 рублей 1000 рублей в чем собственно вообще будет суть то что вы можете играя в такую игру не самую новую не самую топовую достаточно устарелую вы можете приобретать вот такие вот себе какие-то микротранзакции и вы будете уверен то что эта игра имеет длительную поддержку уже на протяжении там 8 лет это первое второе то что системные требования уже не меняются какие-то сезоны так какая-то движуха там есть но ведь видим от компьютер ну не самый топовый да вот процессор вообще нагрузка на процессор 30 40 градусов это при записи 30-40 процентов он не греется не перегружены как виде нормальное время кадра до графика не топовая сейчас мы зазумим куда-нибудь хотя не сказать что она там сильно хуже в этого не сказать что она сильно хуже чем патч взял тут просто рисовка мультяш на хотя видите вот эти вот ну страшненькие они как более-менее нормально вот у нас например золтан кул он нормально выглядит да и вот эти в принципе ребята нормально выглядят кузнец не сам я не думаю что кузнец там хуже чем тоже комбитар клифф патч взял выглядит или чем к нибудь там и и раши хи раши в общем-то нормально все выглядит да есть когда некоторая мультяшность ну вот этот вот страшненький я не думаю что он там как-то по-другому вот этот тип что он как-то от городских отличается там в патч взял или в том же лос-тепах да вот какая-то некоторая мультяшность присутствует ну где обла двадцать останется этот движок просто сделать хороший такой раскин грамотный оставят механики то у меня больше доверия вот тоже нормально котетника ходит вот у нас кубка на есть это уникальная механика того чего в принципе нету в патч взял как видим уже здесь побегали можно сходить например в портал можно еще как сделать поэму у нас как бы открытый мир мы можем пойти на поручение например на поле боя мы туда все улетаем да игра не самая такая свежая по настройкам что у нас смотрим по настройкам у нас здесь например вертикальная синхронизация можно отрубить вертикальную синхронизацию поставить там например 100 500 fps как видим 90 fps 100 fps тоже сама starcraft герой все за шторм warcraft и но умеет blizzard умеет оптимизировать да нагрузочка чуть возросла но не стоит пояс не нужно потому я включу например вот но что-то поставлю вертикалку все эти дети мы тут лазим опыта бастион это прям тут где-то было прям в город вернулись а по т.п. ну блин вообще призывал этих чуваков варварам загрузки нормальные если в патч в экзал графика была чуть чуть хуже никто бы этого не заметил в патч в экзал играет из-за того что игра бесплатная из-за того что интересные игровые механики не все но в большинстве интересны и все так что для таких игр игры про маленьких человечков они должны эти игры быть достаточно доступными такой невысокий порог вхождения да может там какой-то топовый контент более сложный но при этом горе стены требования должны быть лояльные потому что люди которые не могут играть в топовые игры как раз играют эти петли старик в старье либо такие игры казалось бы попросили там на убилки во что-то играть причем тоже генишин популярная то что там нормальная в принципе графика ну кому-то нравится рисовка кому-то не нравится так что если патч в экзал была менее требовательной и такая более предсказуемо в плане более стабильная в работе можно сказать это было бы куда интереснее и скажем так я бы игру не бросил потому что у меня в какой-то мере получается так что я своих подписчиков подвел тем что я просто ушел из игры по техническим причинам кто мне покупать компьютер за 50 70 тысяч чтобы играть в игру которую ну грубо говоря смотрит там 100 200 300 500 человек на моем канале ну для меня это принципе они непозволительная скажем трата бюджета ну вот вышло в общем-то как получилось вышло как вышла диабло 3 игра оптимизированная да вроде прикольно но играть в нее скорее всего не буду вроде все интересно но какой-то однобразие понимаете какой-то от шелленджа вызова нету пачка пачка фэкзал слишком хардкорная диабло слишком примитивная ждем диабло 2 но опять же то что вот эти порталы на самом деле как вот эти все эти приключения они на самом деле однообразно если вы месяц поиграете все эти карты жутко вам примелькаются и уже просто будет не интересно какими процессор так по большей части больше пести градусов и не разогрелся время кадра как было нормально таки было причем это у нас запись идет это не ее стримить даже можно по-другому даже смотреть никто не будет потому что но игра как бы числится уже устарела и там не есть какие-то фанаты которые там сезон проходят там люди у которых там 100 500 и 1000 уровень парагона я за месяц 400 какой-то взял уровень и мне в принципе больше не хочется уже играть так изредка захожу там посмотреть и сезонная тоже не любитель здесь тех сезонов было здесь как видим ну блин это реально можно играть это людям не стыдно показать потому что те глюки которые у меня были в пачке вокзал ну просто смешно было там каждый второй комментарий уже был купи нормальный компьютер смысл было делать контент если там так как такого контента в принципе уже не было ну для моей ситуации для меня для моих зрителей то что я мог показать она уже никуда не годилась хотя вот еще если сказать но быть более объективным более честным на виндовсе семерки когда играл марте-апреле 2020 года грубо говоря год назад игра работала пач вокзал намного стабильнее быстрее как-то плавность была отзывчивость управления и потом то что я говорил в патче 3.13 они убили игру просто в жопу вообще там все уже невозможно было играть и в общем-то ну диабло также повторюсь играть не буду ждем диабло 2 всем пока подписываемся на канал